Всем привет! Вы слышите Алексея Холецкого, вьетнамца, который притворяется славянином и пытается на уровне сложности божество пройтись в Merscivilization 6 Gathering Storm с новым патчем, с новым режимом, с новой цивилизацией. Если вы случайно наткнулись на это видео, на эту серию, то перейдите к первой, пожалуйста, и начните смотреть сначала, ссылка есть в описании. Спонсоры канала всей серии видят сразу, спасибо им большое за поддержку, и давайте продолжим. Вышли в золотой век вместе с Mali. Ну я бы, честно говоря, пульс паровой машины бы оставил. У меня очень неплохие, мне кажется, соседство компусов всех, и благодаря тому, что я оставляю... То есть, он дает нормально, например, 8 производств, видите, 10 производств, мне это нравится. Ну деньги тут не так важны. О, блин, нейтрализовали пингалу, к сожалению, тварь какая-то. Ну, на гранты, мне кажется, еще рано пингалу прокачивать. Лян. Давайте Магнуса на кооперацию прокачаем. Чтобы уже точно там соседство было. О, лабы мы открыли, давайте лабы везде строить. Могу купить, но они дороговаты, я бы лучше везде построил просто их. У меня явно нехватка... Электричества, у меня нехватка... Угля, и, соответственно, нехватка электричества. А с лабами... Вы знаете, даже лабы не особо стоит строить, если у вас нет электричества. Потому что они дороги в постро... Ну, хотя там... С другой стороны, там есть и те специалисты. Тоже можно хотя бы их использовать. Но все равно, давайте мы еще у Вавилона попробуем угля купить. У Вавилона там просто у него шесть этих... Шесть месторождений. Прям с ракет по максимуму. Он хочет 131 золото и 41 вход. Но это, конечно, дофига. Во-первых, мы ему нефть опять продадим. Потому что мне пока ее некуда девать, в принципе. Деяние Гуру. Так. Ну и однократно золото. Блин! Сторок. Пять. Так, ну, очевидно, ему селитра не нужна. Железо это не нужно точно. Триста, четыреста, пятьсот. Так, шестьсот он принимает. Я бы просто однократно хотел, а не в ход. Пятьсот пятьдесят. Принимает. Пятьсот двадцать пять. Оно того стоит. Уголь это одно из... Пятьсот шесть, нет. Пятьсот девять, нет. Согласен. Сколько я вообще трачу угля в ход? Восемь, видите? На производство энергии. А получаю только два. Но мне только один... Мне надо будет одну какую-то атомную электростанцию, очевидно, построить. Так, и у меня удаляют... Давайте в колонг посадим контрразведку. Три минуты. Три минуты. Так. Ну, это такой развивающийся город. Опять, нету никакого престижа особого, чтобы... Кстати, может вот здесь поставить этот район. Посмотрим, он улучшит престиж вокруг себя. Он уже улучшает вокруг себя. Давайте попробуем просто для начала. Тут, кстати, плюс четыре кампус, может быть. Вообще-то. Тут от хала не до сна, тут кофе уже есть. Ну, раз там кампус, вообще-то нету смысла, честно говоря. Может выкупить клетку реально просто кампус? Бахнуть. Тут плюс два есть. А. А, слушайте, я не смогу там кампус, мне нужно лес посадить. А лес, очевидно, не сажается в пустыне. В пустыне просто не может быть леса. Ну, давайте попробуем. Тогда имеет смысл в этом районе, а тогда хотя бы эти клетки хоть как-то облагорожен. Давайте попробуем. Я, правда, не увер... А, слушайте, на него нужен лес. Ну, давайте рабочего тогда здесь сделаем. Дальше пойдем в естественную историю. А что мы открыли? Мы мобилизацию открыли, очевидно. Держание юнитов. Не, я тут не буду ничего менять. Мне это все нравится. Учетные банки, фрески. Слушайте, ну, надо тогда все-таки театральные площади строить, если я фрески взял. Вот и первая, кстати, первая продукция создана. Давайте проверим, где у нас самый большой выхлоп культуры. 28. Очевидно, что... Нет, 34, 39. Ну, тут 39, потому что я продукцию поставил. А вот тут, извините, 34 в Сайгоне. Давайте мы в Сайгон тогда... Есть в Сайгоне биржа? В Сайгоне биржи нету пока что. А, нет, это археологический. Надо будет в Сайгон перевести. Это у нас на чудеса стоит парень. Нет, я тебе не буду продавать. Извини. Франция хочет, чтобы я им предметы роскоши посылал. Лесопилка дает плюс производства. Автоматические укрепления арта появляются. Ну, вот можно бомбарду, в принципе... Так, у нас археологический, по-моему, здесь, в Сайгоне. Давайте я сразу куплю археолога. Пять послов. Стоит ли сюзеренить кумаси? Ну, Сингапур мы сюзереним. Точно надо в Венецию из Инзибара. Кстати, Венеция мог тоже... Давайте мы, наверное, сделаем вот так. Пока так. И у нас два посла. Давайте я Венецию за сюзереню. Потому что это даст плюс к золоту вашей торговой пути к иностранным городам. Плюс одно золото за каждый редкий ресурс в пункте назначения. То есть, мои по идее вот эти караваны... Сейчас, наверное, следующим ходом обновится инфа. Надо будет посмотреть, они должны больше денег начать давать. Так, здесь у нас контрразведка в центре города. Куча исторических мест, это понятно. Монголия, статуя свободы. Не хватает жилья, потому что мне пингалу удалили. Еще один ход. 84% еще раз. У нас ни один, ни один шпионский проект не удался у Мали вообще. С шансом 84% это нормально? Что с этой игрой не так, хочется мне спросить. И я спрашиваю. Слушайте, нефть... У меня же как бы пантеон на стратегические ресурсы нефти. Это мне надо двигатель... Это мне аж вот сюда в пластмассы надо. Артефакт добыть, потом буровую вышку построить. Это далеко, ладно, давайте... Олененка. Или подождем. Давайте я не хочу тратить деньги на покупку клеток. Блин, тут тоже дофига нефти на самом деле. Тут еще столько островов незаселенных. Промышленная зона, давайте мастерскую, потому что она больше дает производство, так как район на болоте построен. Исследуйте радио. А радио у нас где? А радио у нас здесь. Ладно, пошли сначала в радио. Экрана природы. Светилище. Потрясающе престижный пригородный район. Давайте во первых балет. Два посла. Как-никак. Давайте, не знаю, тут стоять. У нас везде в городах есть какие-то... Ну да, в принципе, кроме Дон Хоя, везде стоит, а ведь, пускай тут будут. Поймали шпиона из Монголии. У меня один шпион пойман... Мали. Вроде как, да. Надо попробовать запросить обмен. Может поставить? А вот что важнее? Мне кажется, фрески прикольнее, потому что, как бы, если ты хочешь побеждать туризмом, то это лучше. Нафига вот мне сейчас много культуры? Мне кажется, не надо. Тут главное, я брал для того, чтобы кумасе засузеренить. Так, пожить, а там, по-моему, Колумбия кумасе атаковала. Не, ну я говорю, что... 59-56, а у кумасе 87 сила. То есть... У кумасе даже юниты более совершенные, чем у колумбии. Это просто без вариантов. Поэтому давайте отправим в кумасе еще. Так, ну и мне надо таруку, конечно, тоже добить до 6. Но я решил сейчас не так в науку вкладываться, а именно в культурку попробовать. А почему я не могу этого ученого пропустить? Прикол. Ну, видимо, там кто-то попропускал. А, это последний был. Все бы его пропустили, кроме меня. Так, район в этой клетке получает плюс одну ячейку. Вообще нафиг надо. О, его сразу наняли, дает один уровень. А, ну я не могу... Этого я не могу пропустить, но в принципе это... Это токей. Так, попробуем запросить обмен. 80 и 13. Это куголь быстро уходит куда-то. Нет, это мансамуса. За тука столько тук-тука только дипломатического влияния хочет, как аноид. Ладно, и пускай 9 в ход будет. У меня денег нормально. А как насчет еще вот так поторговать и растители? А, вот на это он готов. Вот так давайте. Нормально. Это меня устраивает. Так, а теперь давайте поторгуем с монголом. Он еще захватывал у кого-то шпиона, но я не помню. 15 золота в ходе шпиона. А как насчет табака? Он готов? Как насчет тупанета? Углем не торгует. Девушка, углем я не торгую. Готов был. 250 нет. 225 нет. 210. Принимаем. Ну, за табак? По-моему, норм. Пингала возвращается в город. Лаба завершена. Так, вот этот лук давайте мы оставим на космопорт точно. Тут я предлагаю сделать аэропорт. Поэтому нам нужен сначала строитель, чтобы убрать отсюда скот. В Чакьеу. Даже давайте... Тут у нас будет космопорт. Тут аэропорт. Дамбу я бы построил. Я все надеюсь, что Вавилон здесь построит дамбу. Но что-то он не спешит. Может, тогда и мне пока не строить. Лисопилку можно. Тут он... А, стоп. Я же хотел... Будь здоров. Хотел же... Хотел же театралочку. Понимаешь, он на плюс один всего лишь, но... Будь здорово. Я не думаю, что мне его стоит держать. Плюс один на уровне, 75% в боевых опыта. А, и давайте прокачаем вот эту... Третьего уровня. До четвертого. То есть одна дополнительная атака. Это пускай все будет. Так, это у нас... Фига у нас тут реально этих... Артефактов на самом деле. Это, видимо, из-за битв многочисленных. Так, этого мы выкупили. На, типа, галу отправим. Так, а этот что делает? Три случайных озарения эпохи атома. Ну, вообще, в принципе, неплохо. Раз, два, три. А, просто три. Какие компьютеры. Спутники. Лазеры. Жалко. Ммм... Вот их просто... Все... Все можно было руками ускорить. Я люблю, когда ускоряются те, которые там требуют шпиона или великого ученого. Ну, собственно, у нас ускорились те технологии, которые я мог и так ускорить. Блин, где еще три? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вой... Да, еще три цивилизации где-то. Тусят. Водяную мельницу построю. Тут два риса. Я совершенно пропустил это дело. Можно, кстати, и пригород тоже. А он убирает лес, да? Ну, тут плюс... Ладно, давайте... Давайте тогда еще строителя потом. Тоже есть лаба. Ну, Тань... Я не знаю, вот еще есть лес. Есть одно место. Ладно, давайте театралку. Или лучше сюда. Чтобы еще производство было. На болоте построю. Пускай... Это вообще, конечно, без соседства, но... Зато здание будет производство давать. Ну, охрану природы. Потому что я парки... Вообще, я не парки, а этот... Пригороды потрясающе престижные. Я уже вижу, нигде не построю. О, подперли кельтские апостолы сразу. Ага, у Клёма он не торгует. Ну, тогда отклоняем. Ну, что-то первый писать? Нет, торговец. Блин, а вот это плюс 25 туризма. Может его использовать все-таки? Не делать корпорации? Ну, как бы попытаюсь побеждать туризм. Ну, я очень сомневаюсь. Потому что тут на самом деле вот эти... Как его... Вот эти продукции, они не так много туризма. Они, по-моему, просто одну туризму дают и все. Это немного, прямо скажем. Если бы я монополия была, а монополия у меня... Ну, может где-то город поставить, чтобы монополию иметь? Так. Меня интересуют кофе и киты. Не, на киты я монополию хрен получу. Вот кофе. Есть ли где-нибудь еще кофе? Вот. Мне нужно на самом деле еще одно кофе. Потому что у меня три. Вот эта четвертая будет, да? И вот пятая. И все. И монополия. Давайте я еще... Наверное, стоит пойти туда город поставить. Кофе. Да, блин, где кофе-то? Я восемь вижу, а их всего девять. Четыре. Ну, кстати, он восемь считает еще и продукцию, которую я сделал. Да, вот это пятая. Так, тут куча варваров, кстати. Поэтому давайте сюда как раз вот эти мои войска простаивающие отправим. Вон, без дела, стоят. Здесь делаем поселенца. Биржа в халы завершена. Лаба. Лаба завершена. Ну, не знаю, давайте театралку. Раз во всех городах мы решили ставить, то уже и ставим во всех реально. Так. Аэропорт не открыт пока. Я могу большой. А давайте. Кстати, давайте большой театр. Так, этот у нас сюда давайте. Да, будем. Тут вырубаем. Ставим большой театр. Потом сюда скот убрать. Уже северный полюс виднеется. А куда он бегал до этого? Пойти на производство отправить. В Вавилон. Блин, в Сингапур ходит. Давайте в Сингапур. Кстати, восемь культур, и, между прочим, из-за Кумаси. И можно будет в Кумаси еще отправить. Так, промышленная зона. Мастерская. Лесопилка. Лесопилка. 30. Совершенно недавно было 50. Сколько уже минус идет? Минус 11 вход. Но это благодаря лабам. Ну, это лабы мне сейчас. У меня уже 300 науки. Это все. То есть не будет угля. Мне минус. Мне нужен. Очевидно, уран и АЭС. Собрали. Так, а тут какой я где-то хотел. Кампус как-то не очень. Тут везде плюс один будет, да? Так, акведук тут и тут. Возможен. Промышленная зона. Ну, плюс один здесь, это фигово. Я бы, наверное, тогда тут акведук сюда промышленную зону, предположим. А, подождите. Я же хотел тут лес посадить. Подождите, я что-то хотел... А, все, вспомнил. Вспомнил, зачем я делал этого парня. Так, и заповедник сюда, точно. Вот что я хотел сделать, точно, точно. Вот тут мы выкупим, наконец, кофе. Это важно. Пытаемся сделать монополию. Смотрим. Четыре из девяти. Блин, а пятый все равно не будет монополией. Или это будет шестьдесят, подождите, что-то я... Ну, шесть из десяти, это понятно, шестьдесят процентов. Это монополия. А пять из девяти, по-моему, меньше, чем шестьдесят процентов. Блин. То есть, это где-то один... Ну, да, это будет где-то что-то в районе пятидесяти семи процентов. Блин, еще один кофе придется где-то искать. М-м-м... О, у нас закончился союз с Вавилоном. Культурный. Я попробую у него кофе одну взять. Может, это даст мне монополию. Давайте опять... Сколько? Тридцать пять попробуем. Тридцать три можно только. В прошлый раз я ему, по-моему, что-то там пятьсот двадцать пять, что-то такое. Угу. Принимаем. Есть уголь. Ну, блин, одиннадцать вход. Ну, не одиннадцать, на самом деле. А получается... Минус восемь вход. Нет, но все равно с 55, это очень быстро все улетает в трубу. Палим уголь на науку. А этого строителя я зачем делал? что-то я тут хотел сделать аэродром священное место канализа пригород по моему да вот это удалить я хотел это какой-то остров возможно эти вниз пойду потому что тут меня и так уже плавает так блин так у него роста нету так борются за мои города апостолы больше я все посмотрим она нефрид за нефть и селитру а может давай ты еще вот так перец дашь вот это мне нравится на венецию перекупили ну то что там сильно много дает мне я думаю мять сингапур и ну то есть вообще на самом деле меня даже важнее появится сейчас апостолы я в научную гвешку отправлю что меня лабы построены пингалла вернулся наконец-то первая удачная шпионская операция давайте диверсии на производстве возьмем а она а она а она 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 так а что алмазы да ну в принципе только здесь и могу их устроить потому что в этом городе уже есть меха 25 процентов золота ну такой себе город для 25 процентов золота отличная вот эта генерация как всегда это конечно лучше чем малей в тундре хотя очень тяжело высаживаться эти все в скалах вот одно только место и второе в общем то у лагеря страфическое извержение никому не мешает первый город жизни когда за пригород построен так что с алюминием радио открыли хочу охраны природы сначала потом идем в идеологию археологический эти археолога пригород я тут сразу продуктовый ставил художественный поселенцы это вы сюда давайте этого сюда нафиг мне это обрабатывать меня селитра и так вход немерено капает зачем мне тратить заряд строителя на это производство в вавилон а если денежка в венецию и кстати торговый путь или в куда-то в кумасе пахнет креветочками до так поехали дальше тырить баблишко пока не могу до стоим ждем лечиться тоже не могу пока я вот и америка большая честь давайте мы сразу за америку осудим я считаю что вьетнам должен сразу осуждать америку когда встречает в ци мастерская театра лачка ну кстати я бы либо здесь либо здесь поставил бы театралку так что нам нужен очевидно еще строитель чтобы лес посадить так пойдемте-ка мы в компьютеры я хочу обезопасить себя от затопления а потом в уран алюминия как только один источник при этом уже обрабатывается где-то сейчас у меня будет апостол ней я не вижу чтобы компьютеры понимали вот это корпорации монополии вообще три посла натуралист все улучшения алюминия нефти дополнительно здесь и вот я бы это ну блин и плюс одно перемещение тоже классно ладно не буду так а город я хочу наверно вот сюда поставить где у нас собственно пушечка знаете в венецию я хочу уже все эти задания выполнить заодно мы станем сюзереном венеции 5 послов отправляем в таругу блин может становиться ее я могу стать сюзереном таруги это извините 5 процентов науки во всех городах за каждый вид доступных им стратегических ресурсов то есть раз два три 4 5 6 то есть плюс 30 процентов будет давайте посмотрим ну плюс плюс 22 науки то это не 30 процентов точно как-то мало хотя давайте заглянем вообще плюс 30 процентов от модификаторов но под а стоп 30 процентов тут как бы пингала 15 процентов дает не с пингалой посмотрим лучше о плюс 5 процентов всего лишь так блин а чё это дохнет тут город ему надо что-то передать какую-нибудь клетку эти хотя бы вот эту что ли равно дохнет блин ну блин и нечего да будет меньше населения к сожалению тут не проплыть хорошо не могу кругосветку сделать не честно есть лаба и наконец-то блин не могу тут промышленный потому что блин андвоты а пока акведук все это тупо надо убрать отсюда этот историческое место подстава медовая ромашка так нравится тут еще вот это даст плюсики большой балет еще гидроэлектростанция морской порт еще всего классного сейчас можно делать так два очка нужно ли мне много торговцев работ на великих художников дело хотя вот великие музыканты есть плюс 4 не хочу менять и так торговцев на первом месте по торговцам нахожусь опять загорелись блин так что там в большом театре у нас хранится текст и музыка эрмитаж пламя блин вы приказываетесь аэродромы тоже только в лесах строится но это тупо то есть как как аэродром в лесу мы не знаем конечно может кто-то в курсе об истории вьетконга и они какие-то аэродромы прям листом это но это же не может быть аэродром в лесу ты в любом случае лес вырубаете чтобы выпадать ну то есть смотрите за вьетнам вы не можете построить аэродром не в лесу я так понимаю все должен по но и сесть нам нужен лес и ровная площадка тут не строится потому что тут холмы то есть нам нужен опять рабочий которым будем сажать лес и только там строить аэродром может и космопорт тоже только в лесу устроиться но это смешно это опять смешно то есть у них какие-то районы ну это хорошо напишу до пригород вырубается лес я не понимаю пунк раз пригород и надо в лесу устроить вы живете в домиках в лесу вокруг вас деревья это круто что-то очень странно иногда так вот тут пригород есть на плюс 5 кстати тут есть на плюс 5 вот эту клеточку надо передать этому городу да на холме построил ну что тут он успеет вообще добежать или надо еще на гидроэлектростанцию давайте ну тут пока никуда него не посылаю апостолов открыли мы смея так понимаю с идеология китов много можно быть монополия на киты например вы тогда как-то с генерацией карты что-то сделаете чтобы адекватное количество ресурсов какое-то было так я решил сначала наверное вот здесь давайте лес посажу и тут попробую театра лачку йоханнесбург что дает города получает одно производство за каждый улучшенный тепло это круто после сегодня индустриализация города получает плюс 2 производства тоже хорошая гэгэшка умеет есть еще один район не обработал лес необработанный а блин тут эту убрать бы самом деле уже нафиг надо я реально буду очень смеяться если для космопорта тоже нужен будет лес хотя я вот помню опять в четверки возвращаясь так много много идей и 4 цивы еще используется и она там много там например невозможно было запустить космическую программу выше какой-то пролит то есть чем ближе там в определенную то есть чем ближе к к экватору тем больше вероятность была запустить а выше там вот ближе к полюсам вообще в какой каких-то местах вообще невозможно было в этих вот городах что-либо делать логично согласитесь ну выбираю просто чем ближе к экватору тем меньше топлива требуется ракете для взлета поэтому в ссср и в байконур был построен сша на мысе канаверал все делается наиболее близкие в этих странах к экватору . так продолжаем шпионом тут работать корот дает сушитель я наверно все таки его возьму как раз для того города с новым с новым районом посмотрим все конечно получше был инженер но это же я который дает плюс один престиж более помню нет один заряд жалко геликарнасты удалось построить вот сейчас достроится здесь район как раз и сюда еще этого перекину и тут по идее вот у этих клеток должно неплохо работать кстати мне вот тут надо будет собрать я думаю руинки так 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 значит тут убираем и вообще давайте доделаем сначала уже эту мне нужно электричество больше пошли очень очень много угля сжирается на на прокорме реально нужны электростанции расчетки 6 единиц электричества дает это не так много как хотелось бы но хоть что-то актерус еще дамбы вот в сайгоне я построил уже нет не построил строим еще здесь по моему где-то тут еще было тут я уже построил поэтому и в чак в чак ел у надо бы дамбу сделать прежде там еще была дамба а вот тут я уже нет тут я строю тут я только что поставил помню еще третье было ты потерял реально потерял вода я здесь дамбу поставлю давайте я выкуплю эту клетку один курсом сама выкупится окей так а что нам давайте янтарь и я могу кстати предприятие только не здесь потому что тут не не достать хотя нападу вот тут у меня тоже а это уже третий янтарь между прочим слушайте давайте я куплю здесь рабочего надо еще этим и янтарь и обработать так о блин я забыл тут цива крашилась я загрузился фи я забыл нафига я тут этого рабочего строил наш не просто так так этот у нас тут защищает город продолжает давайте пингалу уж и не помню реально не пойду для всего сделала вот почему я в этом городе строил рабочий а может вот этот скот обработать как минимум дожить я здесь поставил на контрразведку только что а видимо не поставился ладно продолжим давайте я здесь лес еще посажу мне кажется тебе тоже район надо будет ставить так здесь сюда ставим город сразу монумент покупаем рабочего тут кстати и кофе и алюминий и свинина и киты еще и нефть вообще очень неплохое место я бы еще тут город поставил вот вырастет город до двух бросит города дух я куплю просто поселенца еще там сверху поставлю давайте сюда приплыву полить не туда вот сюда у нас тут уже союзничек рядом поплыли дальше 1 2 3 4 5 6 7 8 9 еще 2 2 цивилизации не нашел на самом деле и кругосветку еще не сделал так фабрика давайте угольную потом морской порт здесь строители центр вещания канализация нет военную академию тоже можно уже четыре производства и сразу вот это кстати вот этот бесплатный все таки район ну практически бесплатный он и дешевый и бесплатный и то что он типа не считается районом это не такая не такой минус к тому что их вообще везде можно в любом районе во всех городах можно строить я бы с удовольствием но я думаю любой бы игрок вау концерты пошли и это судя по всему вавилон играет кто еще может играть концерты сейчас наконец-то второй раз вы похитили о сушите за про затопление забыл уже четыре хода вторая фаза пошла подождите так надо плотину обязательно тут надо обязательно плотину а все это больше нам настолько долго я забыл совершенно на плотину переключиться ема и дорогу перекупили нет а рука хорошая там пять процентов плюс я думаю что надо возвращать а где еще научные рэйка захватывали а блин метод еще полкарты не открыта чё я так я забыл зачем я тут делал рабочего я его купил даже купил просто не делал а чтобы янтарь обработать а как делал с еще вот это второй ресурс а первый ресурс янтаря где вот тут но тут у нас уже есть фабрика на алмазы похоже да это тоже надо заранее так вот построен район ведь он захватил нейтральные клетки но ничего не работает поднимаем престиж притягивающий а так он не работает почему тут здание еще не построить мне уже здание надо сначала построить давайте рощу начнем осветилища просто купим потом а так то есть они какие не друг за другом строится их можно сразу покупать ну а роща пускай построить сама по себе ну вот это уже круто так тут производство здесь блин а как он а как он получил эту клетку я что космопорт хотел делать он же не захватил это я видимо не выкупил эту клетку и ты момент блин так ладно тут давайте в очередь аэродром поставим блин я вспомнил зачем я рабочего делал и тут надо лес посадить у нас аэропорт так давайте даже и по другому и здесь лес посажу и там класс аэродром уже без леса вспомнил блин хорошо хоть вспомнил мы тут затопление пошло мне как раз это кофе надо ё-моё ты неудачно а тут будет морская плотина очень долго строится окажут все на производство я думаю взять побыстрее не и сначала на рост вообще-то и вообще тут амбар нужен сначала фига мне тут ну хотя давайте и монумент тоже ладно средства нами блин дальше монумент тут копейки стоит давайте купим его и амбар сейчас будем делать надо быстрее чтоб город рос иначе это это этот кофе минус получится поселенца мы пока там отложим провоцировать беспорядки сфабриковать на вате скандал и хмеры так какого мы еще не встретим еще и фиопов не встретили точно не встретили эфиопов 83 ну хотя америка 251 как вообще тут ну этот понятно что он там кстати он в эпохе будущего уже вообще павел реально улетает так а как у него с космопортом например хрена себе он уже две экспедиции запустил слушайте ребята я тут сисим но ничего себе вот это ничего так но мне нужен уран ядерки как бы я не успею себя буду с ним гнаться мне надо тупо идти так прощепление прям урана мы сначала идем потом ракетостроение потом спутники и робототехника вот так блин а вавилон то улетает вот это поворот так так команда танк с надо уголь купить у вавилона да слушайте а когда у нас союза да может мы с ними продлевать союз 14 ходов я бы с ними продлевал союз надо с кем-то другим давайте с этим дружбу заключим с этим ну бля а меня 7 ничего воевать а тут у нас есть один товарищ который улетает в космос просто уже 58 урана так давайте с ракет фигасе он как-то не особо горит желание мне всеми там минус просто по влиянию идет его бы лучше продать давайте его весь продам 133 за уголь я просто не знаю как мне с компьютером этот это влияние использовать по-хорошему победить дипломатии минут и получится уголь мне очень важен это наука прим там учеными а он не взял ли этого ученого который все всю науку информационные эры открывает совершенно случайно так здание этого призыва принят это не то присоединяет город нет тоже фигня полкова получите 200 науки за каждую нет тоже фигня просто как он туда вышел там же все вот эти следующие техи они требуют вдохновения только либо шпионам либо ученым у него науки как бы немного он же меньше 297 и не может там быть уже во всех этих тех их 500 науки нет он ничего не брал на вдохновение дайте я смотрю сто процентов блин я бы хотел может меня уже пора гранты проводить что мы тут строим так вот надо дамбу поставить давайте гранты все-таки фигам не военная академия все все горит кайф нет давайте культуры на добьем так тут у нас пингала на гранты прокачен той гон интер вещания но биржу я бы построил я не знаю я не строю тут эти продукты пошел 20 процентов культуре мне сейчас нафиг не надо все-таки немножко эта механика выглядит то есть вот мне достались такие вот мне красители то есть я не играю через веру эту партию на фига мне красители до 20 процентов к вере что она мне дает ничего ну как как у нас тут с бонусом античность возрождение возрождение древний мир древними древний мир но к сожалению 2 от боливара о болонья так мы сейчас идеологию следующим ходом откроем и там поставим первый посол отлично создать три армии или армады я мог бы и создать на самом деле 4 забил на это давайте объявим дружбу с мерам союза мы не будем где давайте постоянное посольство кстати можно сюда везде отправить посольство но в колумбию не хочу просто там ничего не происходит он самый отсталый мне вообще не интересно знать его слухи так черепахи у меня есть 100 черепах на карте 100 охренеть нефрит а я с кем-то торгую джинсовая ткань с мая можно поторговать хлопок сначала джинсовую мать эту посольство кстати а нет дальше хлопок с таким парнем а у него один ладно а пишет 2 странный янтарь почему-то только у меня хотя его 34 это как вообще у них тут все-таки что-то сломано слушайте ну так свиней я скоро сам благовония тканевый хлопок есть может быть еще мрамор дадим ну так более-менее пряность и есть какао еще с византии норму сейчас во всех городах большое счастье должно наступить ага это следующим ходом следующую научную ггшку отправим тут значит тоже исследовательские гранты я не понял мне тут сожгло сожгло рабочего прикиньте сделал просто посадил тут лес для аэропорта и сожгло рабочего кайф вообще просто трындец это какой-то ну вот для вьетнама вот это самая опасная вещь эти вот пожары не просто вам все сжигают нахрен если у других у всех других цивилизации районы не ставятся в лесу лес просто удаляется либо вы вырубили либо он удалился то у вьетнама он стоит в лесу и просто все горит нахрен кайф смотрим если у нас уран меняем естественную идеологию нас тут бонус кампуса и промышленные зоны давайте я поставлю пока первый посол и в баллонию 472 науки я дофига наук еще знаете чем хорошо прекратить союз с вавилоном я к нему отправлю всех шпионов тихий тырить ну что какой шанс сейчас у меня тут еще леса все сгорят нельзя как она потребляется я уже две поставил эти все равно угля вход очень много идет я не понимаю надо с а с где-то ставить ну красиво да без всяких улучшений как бы но это тебя должен тут престиж быть это это не самый высокий вот у меня потрясающего тут вот это видно да а притягивающие уже так себе 3 3 так тут ничего интересного я вернусь лучше потому что у нас там будут воины с вавилоном возвращаться нету смысла держать все эти юниты так что он тут обрабатывает надо на еду чтобы быстрее хотя тут нехватка жилья бомбар надо сначала построить ну вот и кайф и я не могу дальше проплыть тут все ну тут уже пошло таяние льдов да поэтому поплыли-ка мы наверх и вот тут я думаю проплывем ну все все в заповеднике мы все построили давайте коммунизм примем тут растет гальская импия объявила войну опять он сингапур пытается забрать так господи ну настырный ну бомбардами это конечно получится одной бомбардой правда блин тут еще извините он и концерты играет хренасе он три экспедиции запустил у там четвертое далеко ее открыть надо в любом случае я вот очень сомневаюсь что это быстро может произойти конечно этот может мне показать людям конечно смотрите вулкан на границе трех государств но единственная клетка которую он изгадил повреждена клеток одна моя кампус на плюс шесть причем убита полностью то есть это считается честно в этой игре кайф вот этот я не буду корпорацию делать увеличивает количество торговых путей во первых еще 25 процентов делает давайте купим торговца тут эти я на всякий случай посажу лес для комп для для космопорта чтобы потом время не терять а у меня добегами добегает до одного города в в византии да хоть можете с византии уже какой-то союз тогда заключать экономический например тактер свиней тут плывем вверх исследовательские гранты все ради того чтобы эти сто процентов получить плодоводец фигня это все фигня ну косметика приятно несомненно так когда у нас тут конец еще мы тоже 5 золотых наверно могу выйти кому низ надо принять не на этот не победил культуры тогда было заранее как-то делать а тут еще так много войн при 100 процентов вспомогательных мне кажется нафиг надо право прохода шпиу давайте вот я шпионов пока поставлю а сюда внутренних торговых путей может центр коммерции гавани пока поставить плюс 100 чтобы вот верфи двух городах под позволили быстрее построить так вот это на уголь быстрее построить плотины алюминия но умеет уж прям алюминий нужен был честно говоря уничтожение юнита в прошлых и в пок то еще не дать содержание минус 103 от юнитов идет вал так но вот это плотина не успеет достроиться затопит и она будет дольше строится опять к сожалению так а вот здесь мы построили поэтому надо отремонтировать промышленную зону есть классовая борьба но мне надо идти в в будущее потому что там на как раз на роботов я хочу пушить а уран то у меня есть мишу рано нету да ё-моё и как мне останавливать извините вавилон 0 то есть они просто нет урана я даже не вижу ни одного урана в принципе хотя у вавилона он есть и вот как как мне с ним воевать извините ну то есть надо спутник запустить блин так не надо просто сейчас в космопорт идти получается блин а как не утормозить вообще екатерина франция белого и ну мая но это такие воины бедных тут ремонтируем все тут все отгорело тут ремонтируем тут ремонтируем то слушайте ну какой-то непонятная честно говоря они отсушите построилась отлично немножко под затопило но все равно норм так отремонтировать надо промышленную зону увеличено количество торговых путей интересно за счет чего так это я в византию отправлял у антиохия доступна а давайте же посадишь у культуры там вавилон не побеждает мне ну это невозможно даже все будет каждый ход рок-группа это без без шансов масштабнуться до эсминца блин я не могу получается и а с сделать то есть меня с электричеством большие проблемы но это какой-то бред просто просто бред так я вход 200 делаю он 15 ну то есть по идее за пять ходов я должен сделать ух ты тут византия во все ну-ка по религиям 22 мая 26 монголия 24 за ну конечно нереально потому победить религии понятное дело 92 давайте тут купим сразу еще одного строителя надо нефть обрели я не открыл а я не открыл еще пластмассы блин надо уголь купить окоть еще уголь кроме вавилона вообще есть что это за генерация карты это как каком 778 105 это вообще как так что с по ресурсам нет ли мне смысл с кем-нибудь еще и урана у него 82 то есть вот по-хорошему если бы это если бы это люди играли да то мы бы даже не в этот момент а мы бы ходов 20 назад сдались все даже не потому что это вавилон с его имба техами просто потому что у человека 105 то есть весь уголь и уран у одного человека что-то за генерация карты вот как что можно сделать человеком у которого 82 урана а у меня а не просто у меня 0 я не вижу вообще урана на карте нигде вот как в сетевой игре с подобным играть поэтому используют всякий бета-баланс старт хоть как-то чтобы равновесить раскидывание ресурсов по карте но это же нереально то есть ты сидишь 6 часов ну вот подписать что вы примерно равны по силе с человеком просто вот равны вы сидите развиваетесь вот какие какие вот варианты у человека играющего за вьетнам и у человека играющего за вавилон если 82 урана у вавилона и ноль у вьетнама и он даже его нигде не видит просто просто не виден даже не может захватить то есть что он может сделать в этой ситуации зачем это делать почему ну я не я не говорю что надо типа всем урана по ура одинаково дать но эта игра у вас должны быть какие-то вот грубо говоря равные условия в некотором смысле или возможности что игра должна такой такую какую-то возможность давать вьетнаму который он может использовать в отсутствии урана так мне надо с вавилоном опять выцыганивать уголь сожалению 40 угля плачу какие-то дикие деньги постоянно но и эти же дикие деньги я ворую вправду умали мы будем считать что я умали ворую на уголь 20 я правда 390 еще вход тоже неплохо но у меня угля а уже 7 кстати тратится все таки там дамбы по ходу помогают то есть все таки немножко так давайте сейчас насчет охота хочу посмотреть в каком месте находится вавилон по исследованиям я не верю что он уже открыл последние последнюю экспедицию ускорял кита просто не может быть такого ущерб предотвращен блин мне не надо в расщеплении надо ракетостроение открывать то есть я не могу даже этих человека я блин я не знаю что я сейчас построю космопорт чисто чтобы спутник запустить найти где уран находится пока так давай ну и лучше но я отсюда войти потихоньку смотрим по науке ну конечно умные материалы не исследовался естественно и не умные материалы не ускорял кем не исследовал то есть пока живем художник принтер учета византия тоже в сто процентов окно и купить конечно я его не могу очень-очень жаль ну опять восемьдесят четыре процента провал то есть вы можете например написать что вот ты мог пойти там не в научную пера военную победу ну опять же если ты с человеком на равных играешь мы говорим вот про кита вы одинаково умеете он понимает как развиваться он там будет то невозможно его будет захватить тем более в шестой циве шестой циве защита намного проще потому что города сильны то есть тебе надо реально много больше юнитов использовать для атаки хорошо там ты бы пошел в культурную так он просто приходит закидывайте ядерками и все ты не можешь победить культурно потому что ты при этом теряешь развитие так ремонтируем здесь ремонтируем здесь ремонтируем и здесь ремонтируем 8 производства здание гражданских юнитов плюс жилье ну тут можно и водяную мельницу на самом деле королевская да давайте наверно королевская но не будет тут победы культурной не хочу музеи шпиона убили тут его дроны вообще летают по моей территории не пойму блин ну вот я не могу при придумать что мне делать с с вавилоном честно говоря я могу только представить что он будет отставать по ноги пошли его извините он половину ноги просто теряет по своей способности а ускорялок у него больше нет для то есть главное чтобы ему ученый не достался вот на эти ускорения все хотят уголь все хотят уголь уголись только у вавилона кайф я еще одну цивилизацию не нашел так надо я так понимаю что на сто процентов получит византия хотя 15 пока если она не будет проекты проводить то извините по плюс 15 это какая у меня какой у меня город самым большим производством 140 столицы до 131 сайгон и 124 вообще у меня нормальное производство хочу сказать везде 140 это очень неплохо в современных реалиях так мне пока сложно сказать требует ли космопорт нет космопорт кстати дерево не требует слава богу почему тогда его требует аэродром я не понимаю почему аэродром требуется чтобы его в лесу построили а космопорт нет где логично что как раз космопорт можно было бы в лесу просто у тебя взлет вверх да а для самолетов разгоняться надо по взлетной поляне то и просто и просто за такие знаете им пофигу честно говоря особо на логику фераксис ну знаете я бы поддержал еще не то есть тот ученый того ученого важно получить на самом деле я бы немножко еще поделал давайте вот здесь еще запущу исследовательский грант два хода давайте в чекеу еще еще до постройки универа о у нас закрылись границы с галом а не хочу пускай стоит здесь пушка не хочу продлевать так я там амбар построен конец то есть так так тут все правильно два хода плотина 24 это долго призят эту ферму сделал что затапливает уже что ли не пойму нет какое убрать улучшение а ферма есть очуток ферма мало дает тогда это хреновая ферма у меня так там затапливает еду блин что-то как-то как мне улучшить ну гавань конечно в гавань у дам до порта это 18 ходов извините слушайте а если это кофе затопит то я ж наверно тогда как раз стану 60 процентов нет лёша 60 процентов вот это будет прочего на поехали на морскую плотину не знаю мера и бессмысленно этот город все-таки поставил если такое ощущение внутренние так сколько 8 ходов но я не знаю я не знаю выйду ли я в золотой век пока полечимся плывем вверх ждать растая таяние льдов ну и думаю на этом я серию закончу очевидно в следующем следующей серии уже будет кто раньше улетит я или вавилон но мне наверное придется продолжать с ним союз потому что я просто не вижу а ну вообще можно не продолжать для того чтобы к нему ученых отправить да еще надо подумать на вашей территории морских юнитов каждый ваш посол дает двойной эффект рок-группа позволяет получить дополнительного шпиона но я не буду пока ничего менять продолжим задание внутри и так по себе какого-то писателя я все еще могу получить этого ученого у этого все еще 15 очков слушайте ну надо будет проводить ладно это уже в следующей серии спасибо что смотрите играйте в умные игры и всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока